Рубель, или, как его ещё называли, ребрак. Ребристая доска с ручкой. Как гладят таким утюгом, Тая видела только в фильмах. Чтобы погладить рубелем бельё, понадобится ещё один предмет – скалка. На неё наматывали одежду в несколько слоёв, как свиток. А потом брали в руки рубель и катали им скалку по столешнице. Рёбра плашки давили на ткань, разминая и сглаживая морщины. Занятие это было хлопотное. Недаром в народе говорили – не мытьём, так катаньем. Тая катает рубашку уже 30 минут. А она всё мятая. Посмотрим, как справится наша вторая участница – Марина. У неё в руках угольный утюг. Он появился в России только в 17 веке. Внутри чугунного корпуса закладывали горячие берёзовые угли, которые доставали прямо из печки. А чтобы угли не высыпались, утюг, как сундук, закрывался на замочек. А самое главное – гладить горячим утюгом была куда эффективнее, чем холодным рубелем. Все мы помним картину из детства, как мама гладит одежду для всей семьи. Многие уже став постарше поутру сами утюжили свой пионерский галстук. У кого-то это получалось с первого раза, а кто-то испортил не один галстук, заживав его утюгом. Собравшись и повязав галстук юный пионер шёл в советскую школу слушать очередные сказки на уроках истории и литературы о том, какие же были дикие варвары эти тюрки-половцы и золото-ордынцы. Согласитесь, весьма ностальгическая картина из детства. Одно только но, если бы советская школа честно говорила о том, скольким инновациям и изобретениям человечества и славяне в целом обязаны тюркским народам, то и статус тюркских народов был бы выше. Многие понимают, что Москве это невыгодно из-за ассимиляционной политики. Сегодня мы узнаем, что такой всем известный с детства домашний бытовой прибор как утюг был изобретён не без участия тюркских народов. И докажу я вам это с помощью одной из самых древних энциклопедий, которую написали так называемые «дикие тюркские кочевники». Друзья, не забудьте подписаться на канал, поделитесь информацией с родственниками и одноклассниками. Видеоролики канала дублируются в Инстаграме и Телеграм-каналах. Прославлять тюркскую историю и героев – нелёгкое дело и одному это не по плечу. За каналом следят множество недоброжелателей и завистников. При любом удобном случае они готовы навредить, как это уже было не один раз. Кто может, поддержите канал. Ведь если это сделает хотя бы один человек на пять тысяч просмотревших, это облегчит труд одного человека. В интернете есть множество англо- и русскоязычных статей об изобретении утюга. Эволюция этого бытового прибора настолько долгая, что трудно дать определение тому, с какого периода гладильное приспособление считать утюгом. Автор канала перечитал все русскоязычные статьи по истории утюга и заметил одну важную черту – все статьи как один стыдливо обходят стороной само понятие утюг. Как и положено европейской пропаганде любое изобретение идет якобы из Китая, потом внезапно по воздуху прыгает в Древнюю Грецию. После Греции и Рима наступает пустота длиною в полторы тысячи лет, и внезапно статья прыгает в викторианскую Европу или Московию. Если вы заметили, такие статьи упорно обходят стороной участие в общемировом развитии Центральную Азию и Сибирь. Итак, как российские и западные статьи описывают историю утюга. Самым первым гладильным устройством были обычные гладкие камни. Полторы тысяч лет назад древние индейцы расстилали одежду на камни и придавливали его другим. По такому же принципу вполне вероятно гладили одежду в Евразии несколько тысяч лет назад. Можно ли это назвать утюгом, весьма спорный вопрос. В четвертом веке до нашей эры греки стали гладить одежду при помощи металлического прута и скалки. Пару веков спустя римляне стали бить белье нагретым молотком, тем самым разглаживая морщинки белья. Восточные славяне переняли подобное и гладили с помощью рубеля и валька. Похоже ли это на классический утюг, также вопрос спорный. Теперь от греков и римлян перейдем к Китаю. В тысячном году до нашей эры при династии Шан в тюрьмах государства стали использовать орудия пыток для сжигания кожи арестантов. Предмет, похожий на сковороду, заполнялся углем, закрывался крышкой и им гладили особо отличившихся заключенных. Спустя 800 лет при династии Хань китайцы догадались, что этими сковородками можно не только пытать человека, но и разглаживать одежду. Традиция гладить раскаленными сковородками настолько прижилась в Китае, что ими пользовались и в 13 веке. Как видите, эволюция утюга настолько растянута, что не каждому понятно, с какого этапа гладильное устройство назвать утюгом. Являются ли раскаленные сковородки утюгом, решает каждый сам для себя. Но китайцы сделали выбор и считают, что утюг изобрели они. Вопрос инновации и изобретений всегда переходит в политическую сферу, поэтому всегда будет спорным. Перед вами металлический предмет, обнаруженный археологами в Северном Китае. Для тех, кто не разбирается в истории Китая, напомним, что Северный Китай – это исторические земли тюркских, монгольских, маньчжурских народов. Подобную тему мы затрагивали в ролике об изобретении зубной щетки. На Алтае в период с IV по VII века во время господства таких государств, как Аварский и Тюркский каганаты, произошла промышленная революция в области металлургии при внедрении древними тюрками метода искусственного надува. Данная тема является узко специализированной в области металлургии, по истории которой было защищено немало докторских диссертаций. Именно в этот период появляется такое изобретение, как металлическое стремя и тяжело вооруженное латное в металлических доспехах коницы тюрков. Кочевники Центральной Азии не стали заимствовать от китайцев сковородки с углем, а просто ковали металлические изделия треугольной формы с ручкой. Такой предмет помещался на печку, нагревался и применялся по назначению. При остывании его заменяли подобным предметом, дожидавшимся своей очереди на печи. Для тех, у кого есть сомнения, предлагаю вам взглянуть на одну из самых древних энциклопедий мира, также ее можно назвать и толковым словарем тюркских слов, написанным Махмудом Кашгари в 1074 году в тюркском государстве караханидов. Дивани Лугат от Турк состоит из более чем, 1200 страниц. На странице 103 пункта 250 мы видим следующий текст. Утук – утюг железа в форме лопатки, которая накаливают и используют для прогревания ворса одежды и ее разглаживания. 600 лет спустя по всей Европе и Ближнему Востоку распространились металлические утюги, которые, как и в Центральной Азии, нагревали на печи. В 17 веке в Османской империи стали выпускать утюги на углях, которые вытеснили старые монолитные металлические утюги. 6 июня 1882 года американец Генри Силли запатентовал первый в истории электрический утюг. Теперь давайте вернемся к слову «утюг». Как вы уже поняли, в русском языке это тюркизм. Заимствование слова в большинстве случаев означает не только лингвистическое заимствование, но и фактически сам предмет или понятие. Это косвенное независимое свидетельство того, от кого народ перенял предмет или понятие. Так, например, персональный компьютер стал повсеместно внедряться в массы из Соединенных Штатов Америки, поэтому и само слово «компьютер» в русском языке английское. Первые деньги и финансовую систему восточные славяне получили от тюрок, половцев и Золотой Орды. Половецкие князья ввели в так называемой Киевской Руси денежную единицу нагату от тюркского НАКТ, а Золотая Орда принесла понятие «казна» и «деньга» от тюркского Тенге. На этих примерах, мы четко видим, что восточные славяне переняв от тюрок денежно-монетарную систему переняли и соответствующие тюркские слова. Во многих тюркских языках, казахском, татарском, чувашском, турецком, слово «утюг» произносится так же, как это делал тысячу лет назад Махмуд Кашгари. Точно так же этот предмет называют в русском и болгарском языках. Ни на одном российском сайте или в фильме об изобретении утюга вы нигде не увидите упоминаний о том, что слово «утюг» произошло от тюркского «утуг». Об этом стыдливо молчат. Психология соседа заключается в том, что тюрки в идеологии России и Советского Союза – это дикие варвары-кочерники. Если же придется сказать правду об ученых тюркских империй, изобретении музыкальных инструментов, зубной щетке, механических часах и даже утюге, то лживая европейская концепция о диких кочевниках будет разбита в пух и прах. Имейте свое мнение, подвергайте критическому анализу любую статью, не молчите. Зная историю своего народа, распространяя и доказывая ее величие, вы заставите уважать и себя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok